Поехать с помощью прямого приглашения, либо пойти в квалификации. Там будет трудно, не скажу сразу. И не факт, что уже не смогут с этой квалификацией нормально пройти. Там реально сейчас много команд. Америка сейчас не самый слабый регион. То есть у нас есть Южная Америка. При всем уважении у нас имеется СНГ. Конкуренция большая, но команда уровня среднего так уж получилось. Хотя там тоже будет весело. То есть у нас еще сегодня будет WBJ Storm. Это по факту тоже команда американская. Ведь это команда, напомню, с Resolution, которая играет на позиции МИД. И за этой игрой мы посмотрим чуть попозже. Вообще матч получается сочный. 1-1. Это всегда приятно для зрителя. Для комментатора не всегда. Многие комментаторы хитрые говорят, я бы хотел 2-1. Обычно, друзья, скажу вам по секрету, комментаторы хватят 2-0, чтобы закончить работу и пойти играть в доту самим. Ну, так бывает просто, в зависимости от игр. Здесь, ну, кингейминг. Я болею за них, потому что состав является здесь аутсайдером, да, командой, которая вроде как слабее. И всегда приятнее болеть за команду, которая вроде как слабее, но побеждает. Как в хороших фильмах, знаешь, злодей всегда проигрывает, хотя он обычно сильнее. Вот скажи мне, как ты можешь хотеть 2-0? Вот если игра закончится со счетом 2-0, как ты будешь людей в часике душить? Расскажи мне. Да никак. Никак, нет? Я пойду чай сделаю, сок возьму, пообедаю. Как можно об этом мечтать? Не буду врать. Зачем мне врать? Игры по 50 минут, да к черту, игры по 50 минут. Вот, ладно, давай к пику переходить. Лишрак, бисмастер, дизраптор, злогениев, кингейминг, бэйн, дум и тусик появляется. Бан Нечис Профита Ио. Да, Нечис Профита сейчас просто с банов не выпускают. Да и смотри, что его и да с банов особо не выпускают. Он тут прямо у нас постоянно сидит. Аж на первой стадии. Появляется Рейзер. Такой четвертый пик. Типичный китайский. Правда, все его успели разлюбить в последнее время. Вот даже китайцы, они как-то стали от него отлепляться, но тут решили своим традициям не изменять. Вот если еще сверху появится на мид что-то вроде Драгонайта, то это будет типичный китайский пик. Но посмотрим, во что это пока обернется. Мы видим лишь Рака Бистая Дизраптора на стороне Evil Geniuses. И все как обычно. Пока ничего примечательного мы не видим. И не хватает коров. Как ты думаешь? Короче, я быстренько еще раз расскажу. Я купил компендиум. Я сегодня поставил музыку. Она просто восхитительная. Вот серьезно. Пусть это будет реклама. Покупайте компендиум исключительно ради музыки. Она просто великолепная. Я вот реально сейчас буду с ней играть. Она такая прям в стиле доты. Может быть немножко Гарри Поттера в ней есть, но прям уши радуются. Я даже комментаторов хочу выключить, хочу молчать. Я думаю, зрители будут довольны. Мы просто будем слушать музыку. Но не на этой карте. Может быть как-нибудь попозже. Все. Я все сказал. Я тоже купила компендиум. Даже по ошибке купила 85 уровня. Ничего у меня оттуда ценного не выпало. Но зато пещерка прикольная. Вообще компендиум мне в этом году очень сильно понравился. Но не все за мной согласны. Сейчас Evil Geniuses берут себе четвертого персонажа. Это Морф. Автовин? Морф от Артизи? Ну, по-разному бывает. Это Артизи игрок на Морфе. Такое. Он может сыграть очень хорошо. А может одновременно сыграть очень плохо. Поэтому все зависит от его настроения. Я общался много с Фордсом. Так уж получилось. Мы с ним работали вместе много. Приходите вместе куда-то по ночам. Да, да. И спим в одном номере. Чего ж там. Буквально в одной кровати. Но не об этом. Мы вот, видишь, поссорились. Поэтому мы пока не вместе. Поэтому я изменяю ему с тобой. Так вот. Форд сказал, что Морф это самый сильный на данный момент герой в доте. Вот прям самый сильный. Притом с большим отрывом идет. И на том же эпицентре его очень часто банили. Особенно против команды. Легит. Временами он появлялся. Но находили много контрапиков. Здесь потенциально против Морфа могут реально поставить какую-то даблу. Может быть реплу. И помешать ему фармить. Это самое главное. Не дать вначале много получи денег. Потому что раз за разом мы видим, как Морфа почему-то отпускает. Дает ему 15-20 минут стоять просто на фрилении. Добивать всех крипов. И, конечно, после этого остановить этого героя. Очень трудно. Практически нереально. Я не знаю, как ты можешь доверять человеку с такими усами. Но Морфы разные бывают. Так что здесь, я думаю, что Артизи на нем покажет мастер-класс. Он играл на Морфе еще до того, как это стало мейнстримом. И я думаю, что здесь для него будет простор. Но действительно, фармить для него нужно очень много. Очень ударно. Но показали свою первую позицию. Думаю, что в любом случае они ничего не теряют. Также и Кинес свою первую открыли. И будем ожидать уже героя на мид. Что здесь будет в этот раз и для кого самое главное. Хотя вот Артизи раньше, когда он брал Морфа, когда это было еще месяца 3-4 назад, он стоял на нем в миде. Здесь я не могу утверждать это 100%. Адмирал Кунка. Ага. Кунка. Куночка моя. Так, что у нас? Кунка. Кунка, Кунка, Кунка. А куда Кунка наш-то идет? Неужто? Ну, я думаю, что логичнее было бы его в мид поставить. Но здесь действительно все можно перетасовать так, что, допустим, даже лешего в мид поставить, а Кунку на четверку отправить. То есть здесь вариантов масса. И даже, мне кажется, что лейнинга будет зависеть от того, что сейчас последним пиком возьмут Кины, чтобы послабиться поудобнее. Мне почему-то кажется, что все-таки это Кунка будет саппорт. Есть у меня предположение. Ну, ладно, посмотрим, посмотрим. Ждем. Минута 12 у Киногейминг. Ребятам нужен стабильный, хороший герой. Либо на мид, либо на кэрри. Тоже у ребят пик резиновый. Можно в зависимости от мыслей, как они хотят играть. Хотят ли они играть через Рейзера, который там будет просто на легкой стоять или как-то на центре мешать. Тому же Кунке, либо Лешему, скоро узнаем. 50 секунд. Ну, пока пик снизу реально хорош. Если морфлинг не получит дум в драке, если быстро этого дума как-то убить. А тут есть варианты, как его убивать и через Рор, и через Статик Шторм. То есть контроль тут есть. Там глимсануть, Статик Шторм поставить, закрыть с кольцом, убить. То все. Ну, ладно, мы кэрри не видим. Мы еще не видим кэрри, либо митера, который возможность полностью изменит ход игры. Да, тут причем пик у Кингеймин достаточно живучий. Есть дум, который, ну, как ты сам видел, на огромном муспиде с регеном носится по карте. Попробуй его подлови. Есть тускар с сноуболом, который тоже может кого-то с собой забрать, подсейвить. И это все, по сути, может законтролироваться Дезераптором и, по сути, нивелировать. Ну, всего лишь 10 секунд осталось, чем этот пик дополнить. Действительно, очень мне нравится то, что так вот текуче взяли себе Эвил Жениус. Интересно, как они все-таки расставятся по линиям. И это опять в Антон Лайсер. Что может быть лучше против Дезераптора? Сколько их нет. Не, на самом деле, выбор не самый худший. О нем я думал. Лансер. Ну, против Дезераптора, если ты реально круто играешь, ты можешь даже глимзой. То есть, тут все зависит от твоих рук, насколько у тебя они прямые. Фир по итогу играет на Кунке, Сумайл на Безмастере. То есть, все-таки, саппорт Лейшрак и Дезераптор. Кунка, позиция Соло-мид. Ну, сейчас могут ставить... Да и Лансер, на самом деле, в миде может против Кунки поставить. Лансер не такой плохой герой почти на всех линиях. То есть, я на центре, и на легкую он стабильно стоит. За счет своего Фантом Раши очень хорошо харасят. Но, наверное, лучше Рейзера поставить конкретно здесь на центр. И стараться максимально Кунке мешать. А там уж как Фир справится, это мы увидим. Он ему очень сильно помешает на мид линии. Возможно, даже на какие-то свапы решаться. И Вил Джиниусус. Но, с другой стороны, куда, кого вообще в центр не поставь. И всем будет плохо против Разора. Здесь ситуация немного нерешаемая для них. Поэтому лучше, наверное, оставить там Кунку и Экспица. А все остальные пускай фармят. Потому что Марфа без фарма оставлять нельзя. Бесту там тоже. Хотя Бест тоже может просто постоять на Экспи и ничего не трогать. И от этого не сильно пострадать. Но думаю, что изначальная задумка была поставить его на хард-линию. Ожидаем? Так, ну что ж, поехали смотреть. Третья карта Кингейминг и Вил Джиниусусус. Матч на вылет. Что самое интересное. Сингл-элиминайшн-сетка. Если сейчас Лои Генни проиграют, то это будет полный кек. Это 0 очков в ДПС. И это прям как-то грустно. Пока СЖ и Спортс Альфа-Ред вылетели на данный момент. Но там прям команды были очень слабо. Особенно Альфа-Ред. Они в итоге ни одной карты не выиграли. Это команда из Таиланда. Но ничего. Я вот видел. Вчера Даша написала, что команда из Таиланда условно на тайском турнире не должны быть. И я прям сгорел. Я ничего не писал. Но я вот прям с тобой в корне и согласен. По мне это способ разбивать игру в регионе. Ну, представь, ты приходишь в Бангкок, ты из Таиланда, не знаю, там кто-то конкретно. Ты из Таиланда, приходишь в Бангкок на турнир, и ты понимаешь, что твоей команды нет. Вот я бы даже не пришел наверх. Вот смотри, ты пришел на эпицентр и увидел Na'Vi. Скажи мне, пожалуйста. Мне кажется, что... Если бы Na'Vi не было на эпицентре, я вообще на турнир бы не поехал. Вот, видишь, они что, они украинцы, а ты белорус вообще. Ну, какая разница? А я из России. Люди в России пошли посмотреть на Na'Vi. Здесь дело-то в том, что люди следят за регионом в целом, а не за одной страной. А нет, да, никто не считает, что Na'Vi это наша команда. Вот о чем. Совсем правильно ты сравниваешь это. Немножко другое. Кто считает, что Na'Vi наши, плюс в чат, ребят. Какие-то темы поднимаешь горячие. Ладно, я закончил. Хорошо, я понял. Сам начал. С тобой опасно спорить. Тут дезраптора закрывает шардами. Шардов действует не так уж много по секундам, и Немизери может теоретически уйти. Хотя нет, там замедление. Сорбофеном, и Немизери отдает ФБ. Дарк первое убийство делает. Ох, какая она смешка четкая. Слушай, ну смотри, близки полетели, кажется, ты это. Пригорел, проиграл. Не, ладно. Накрутила ботов и гордишься еще тут. Все способы хороши. Давай в любом случае смотреть, как у нас линии здесь обставились. И в итоге Фира все-таки оставили против Розора стоять. И вот уже откачали у него 56 демажа. Он просто с одним демажом сейчас будет крипчиков добивать. Даже получилось у него сейчас с тайбрингера одного крипа забрать. Там еще и глиф был использован. То есть кунка под тавером стоял. Это интересный момент. Глиф используется не для защиты, но иногда для атаки. На топе атака стоила на Немизери. И Немизери идеально закрыли. Весь это Фараблайт, этого урона не хватает. Морф, 362 хп, но очень много урона. Очень высокая скорость атаки. Пускай не убить. Тут Артизи. Нормально так. Пробил. Разводят на Клоритос, Тангусик и Фласку. И опять достаточно душная линия получается внизу Фантом Лансера. Опять этот Лишрак, который постоянно закидывает молнии. Ну еще и Сумейл добавляется в его. Это опять хадлиния для него. Все-таки решил он вернуться к своему измененному положению. Не знаю, если честно, мне с момента вот этого измены не очень сильно понравилось, как выглядит команда Вилджиниус. Все-таки заметно то, что пул для него непривычный. И когда дело касается там не хардлейн паков, то ему очень и очень непросто приходится. Но это, как правильно замечали его тиммейты, его тренер, это способ для него развиться, как для молодого игрока. То есть чем больше опыта у него будет на разных линиях, тем, соответственно, лучше и ценнее он будет, как тренер в будущем, и как игрок, когда постареть немного. И Бэйн. А внизу Сумейл прям тут наглеет вместе с Критом. Очень агрессивная линия. Ладно. Теряю буквально пару минут, у него вообще ничего не останется. Ну вот такой лайнап. Бисмастер плюс один это обычно мощно. Мы вспоминаем, как только Фнатик нам показали матчап Бисмастера Ио. Это было очень мощно. Потом и Эвил Дженис его практиковали. Но сейчас Биспа забрать в профессиональной доте практически нереально. Он просто в бане на первой стадии всегда. Дизраптор на топе в таверну. И, возможно, это не конец. Туск дает сноубол, пытается уйти. Артизи есть в ваеформ. Главное попасть. Он попадает и делает убийство одно. Дарко пробивать нужно поаккуратнее. Там есть и Клэп. Есть и Фарна Блэд прокачивали в два. И Артизи просто отходит назад. Понимает, что там размениваться как-то смысла нет. Приходит Мизери. А вот теперь можно попытаться. Кенетик Филл, Тандер Страйк. Артизи неохотно идет. Так, ну ладно, ну давай. Ну иди сюда. Но Дарк все-таки успел отойти отсюда. Ну, опять эта сборочка, как ты видишь, через три манга. И даже под тавер решил Артизи лезть. Ну, на дамажстве они его могут расхарасить немного. Но забрать здесь уже будет затруднительно. Маны просто нет у Морфа. И даже сейчас его закрыли. А вот только сейчас появляется ваеформ. И выглядит это все дело не очень красиво. Все-таки ману стоит беречь. Хоть перекачка больше не стоит никакого вообще. Монополо тебе. Но, тем не менее, здесь стоит быть чуть-чуть аккуратнее. Потому что вот у Скара достаточно много возможностей тебя законтролить так, что выбраться не получится. Ну и Артизи типичный Морф. Перекачался полностью практически в лодку. Слушай, Фир в Солянова пытается убить Рейзера. Немного не хватает. Ох, ой, красота. Красавчик. Как же он здесь разыграл счет. Катайд Бригером ударил от Крипа. И на него дополнительного урона этого хватило. Несмотря даже на Статик Линк. Который прокачан был так-то в два. Действительно. Но на Крепстатке это пока что сказывается. Как ты видишь. 9-1 против 19-5. Это понятно, да, что трудно. Сейчас немного скомпенсировал себе эту ситуацию. Но, к сожалению, совсем немного. Пытается зонить, по крайней мере, Разора за счет своих торрентов. Но получается не всегда хорошо. И внизу продолжение этого балета. Он продолжает постоянно мешать Фантом Лансеру. И это тоже сказывается на его, по крайней мере, сейчас Крепстате. Отстает он немного и от своей второй позиции. И от вражеского кора. И здесь уже приходится как-то поаккуратнее находиться, чтобы не подстрять случайно под Стан, желательно. И под Латнин Сторм. Хотя от него уклониться уже труднее. И здесь пока немного свою early game-стадию. Мне кажется, лучше начали Evil Geniuses. Да, вот изначально решение поставить Фира на мид было рискованным. Но я думаю, что они знали, на что шли. Да, Фир решил, что так будет лучше. То есть он ничего, мять... Да, он как-то свапать линии не решает. Ну, ничего, Кунка, не могу сказать, что прям тут линию проигрывает. Конечно, он мало фармит, да, но... Он перетягивает на себя пространство того же саппорта Тузка. Он здесь вот гуляет. Пытается Кунку убить. Кунку трудно убить. Кунку очень жирный. Много брони. Уже появился в Блейдсе. Главное как-то Статиклинк переживать. Быстренько уходить. Надо быстрее нафармить Фейзы. И тогда все будет под контролем. Правда, у Рейзера может быть уже Фейза есть, нет? Покупает себе просто пока Бин Длейз. Дизраптор контролит руны. Пятая минута. Да, сейчас молотируны особенно важны. А Бэйнам Лизова, возможно, погибнет Крит. Есть молния. Но Крит решил убегать. Так, ты еще Бэйн можешь найт продать? Слишком тут исхитрился, перемансил. В итоге просто бесславно погибает ни за что. Печально. Печальнее так получилось. Ни за что ли? Нет, все-таки уруну богатства он там забрал свое. Так что был смысл в его смерти. Ну раз забрал, то да. Сейчас реально руна дает тебе очень много. Лансер внизу. Много стиков, но лишь один тангутый. ХП практически нет. Нужно провести себе фласочку. Иначе выходить на линию слишком опасно. Но и пока лансер решил просто уйти вместе с Бэйном на шрайне. Ну, Поваржа пришелся сейчас со своим лоу-хп к шрайне. Ну, шрайна идут все нормально. Не успел никто перетенуться. Я просто думал, что там Мизери как-то попытается через Глимс выцепить. И подойду туда. Но просто не хватило муспида, скорее всего. Чтобы такое предпринять. В итоге фуловый лансер возвращается на линию. Продолжает у меня ситуация клониться не в лучшую сторону. Посмотрим, как сейчас на нетворсах отразилось. То, что он недофармливает крипстаты. И действительно, смотри. Он уже на тысячу золота практически остает от Дума. От собственного причем. По сути, хардлейнера. Да, ну тут Дума намного линия приятнее. Один на один против Марафа. Ты постоянно спамишь Инферна Блейд. У тебя тем более Сатир на стадии лейнинга. И ты можешь этим с Шоквейом харасить. Да и Реген у тебя просто огромный. Кунка 21. У Рейзера 37. Кунки Фейз уровень 7. Если будет какой-то плюс, то можно через X-Mark торрент и корабль сыграть. И попытаться убить. Я вижу уже плюс. Это лишь рак. Лишь рак приходит в мед. Но пробегает под вардами. Вот чем проблема. Поэтому Рейзера так уже глубоко давить не стоит. Количество хитпоинтов просто не впечатляет здесь за своим выходом. Но удачный стан на самом деле мог в любом случае помочь. У Кунки тем более, что уже есть корабль. Можно было откинуться на Разора, который сейчас 900 хп имеет. Может быть и хватило бы. Но Артизи здесь загоняет в лес под вышку. Действительно, сильно его дум напрягает. Вот без крипов совершенно. Не хочется никуда высовываться. Но подходит сюда Дезераптор. Понимает, что оставлять Артизи одного здесь не стоит. Но Артизи тоже хорошую позицию по фарму имеет. Перебивается там. Хотел сказать со второго на третье место. А он перебивается с третьего на четвертое. Потому что его Смейл так-то тоже перефармил немного. И вот тем временем забирают, кстати. Фатум-мансер. На топе. Дарк. Есть лютимейт. На мизере его не тратить. Отходят назад. Дум. Да, Дум реально, я так смотрю. Его даже вдвоем, видите, быстро не получится. Он настолько плотный. Проблема только с броней. Поэтому от Дума здесь будет много чего завесить. Он будет таким своеобразным плеймейкером на этой карте. Именно через него будут начинать все драки. Есть Инферно Блейд. Артизи превращается в Дума. Кушает крипа. Ну это очень ценный действительно. Размен получается. Ради этого стоит просто так нажимать ультимейт. По сути, без особого смысла. Но это придает ему возможность. Вот Инферно Блейд выдает. Паюни выжигает неплохо. Мизери тоже немного подожгли. Должны Мизери сейчас забирать. Это минус. И Артизи должен уходить. Ему Дум повесили на него. Но жирновато оказывается. Перекачка. Перекачка использована. Они его не убьют. То есть... Ну да, да, все нормально. Он отходит. Даже телепорты не нужны. А вот внизу могут быть проблемы у Фантом Лансера. Бейсмастер нарычал на Лансера. И стан от Крита это убийство. А Сумайл пытается уйти. Сумайл отходит. Крит также убежает. В итоге телепорт никак не помог. Лансер в итоге погиб. Лансер может сместиться сейчас просто на мид. Рейзер останется здесь. Лансер пойдет в центр. И там постарается пофармить. Бейсмастер под Найтмаром. Есть брейнсап. Сумайл. Нужен стан от Крита идеальный. И он есть. И он есть. И топорики. Сноубол пошел. Крит. Слишком далеко сюда приходит Фир. Корабль. Торрент. Туск. До свидания. Стиков много. Он их нажимает. Но топоры уровня 3 не прощают. Очень хорошо расконтролили сейчас Бейн. Он был в шаге буквально от убийства Биста. Но спас его. И еще и заработали себе лишний фраг. В итоге 332 золота они заработали. На первом месте по Нетворцу до сих пор остается именно Дум. И посмотрим, что он со своим богатством будет делать. Станет ли он настоящим Бэтменом, спасающим свою команду. Но пока Морф тоже чувствует себя неплохо. Да, ему трудновато против такого, как Дарк. Все же там Инферно Блэй достаточно сильно дамажит. Замакшенный хоть и процентное отношение урона. Это немного делает ему жизнь легче с его количеством ХП. Но все равно неприятно. Ой, как на центре-то героев много. Тут и Рейзер, тут и Туск, тут Лансер, Бейн в четвером. В итоге отходят. Как-то прям очень долго. Прям очень долго. Не факт, что еще убьют. Но Фир, правда, выходит деликатовано туда. Ну, корабль под себя можно кинуть, но он не успевает это сделать. Делает это в последний момент. Телепорт от Морфлинга, Фир, все еще живет. Да ладно, ж... Убегаешь, что? Да ладно. Бейзы, марссовать. Но нет. Нет, 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 нет. Телепорт был только один. Но он видел то, что навстречу ему бежит Тускар с одного прохода. Сзади его уже встретил Разор, поэтому выхода не было по сути. Но выиграл достаточно много времени. И перетяжка от Морфа, который сейчас уже дабл дэмэдж себе взял. Выглядит болезненно, но с его количеством хп особо не хочется куда-то выходить так нагло. Хотя, видишь, уже на вражеских игр он становится, чтобы как-то поогнить линию, видимо, крипов побить. Но получает в итоге перекачку дэмэджа от Разора. Статиклинг работает очень хорошо. И минус 150 дэмэджа. Отличная работа. Ничего. У Артези все равно урона хватает. Можем отсхитить. Да, у него забыл. Оп, все залазхитил. А? Крипстат. Ну, здесь никто и не мешал. Стрелились ради. Это неважно. Статиклинг минус 147. Все, можно Артези хайпить. Сумаил сейчас страдает под фингрипом. Бендер, что-то последнего хватило дэмэджа вместе с Брэйнсапом. И Дарк теперь пытается откидываться по Крит. У Крит должен погибать. Крит очень поздно горит. И сюда подходит еще и Разор. Поможет ли он чем-то торрентом его остановить. Попытался Кунка. И действительно получилось уйти у Крита. Очень, очень опять на тоненького сыграли Evil Geniuses. И опять это им окупилось. Правда, то, что с Маил забрали, это не очень приятно. Он был на первом месте. И до сих пор на первом месте по Нетворсу. И поэтому стоит его жизнь достаточно много. Кир. Здесь теперь его тоже не отпустят. В этот раз опять корабль под себя накидывал. Попадет кораблем же. Нет, все-таки успел сноубол здесь еще закастовать. Саппорт команды Кин. Эффект Рома не помогает. Слушай, так еще Мизери, наверное, убьет. Шокуэйв, да. Мизери в таверну. Алкоголь не решает себе проблемы, понимаешь? Здесь не получилось сводать. Артизи давит топ. Правда, сразу телепорт от Лансера. Лансер копьем откидывается и пытается морфинга прогнать. Артизи говорит, не проблема. Становимся Лансером, нажимаем деплгангер и просто продолжаем пушить. На самом деле там очень хорошая работа была от Тускара с его сноуболом. То есть не закастуем его именно в ту секунду, когда прилетел корабль. Там бы, мне кажется, можно было и минус 3 сделать, развернуться. Но все было сделано тоже очень хорошо. Очень хорошие макро такие моменты показывают оба коллектива. Но посмотрим, чем это кончится. Потому что пока Артизи фармит, очень достойно фармит. И так фармит, что даже Крит погиб с другой стороны. А тут еще и накричали. Накричали вот этот раз на Фантом Лансера и его забирают. Это реализация в очередной раз Праймал Урора. Ах, внизу Мизери. Пытался убить Туска. В итоге Туск погибает. Ну и погибает также здесь сам Мизери. Корабль на Рейзера. Хорошо, хорошо. Не выжил, да, с армью, да. Он здесь крипов до последнего бил. Но он понимал, что не уйдет, и смарк повесили. Поэтому, да, он говорит, лучше хоть крипочка каких-то добьет. Астрик для Фира. Это пять сотен. Приятная прибавочка по золоту. Уже почти есть армлет на топе Артизи. У Бэйна есть Финцгрипп. Не активирована перекачка. И Финцгрипп надо, главное, кастануть грамотно. Да, да, должно убить. Сноубол. Брайнсап. Четко. Шикарно. Получилось. Это минус Артизи. Это 300 золота в копилку Дарка. Это 649 золота в копилку всех участвующих в этом убийстве. В смертоубийстве. И у Крита есть шестой уровень. Уже может чуть-чуть активнее подключаться к дракам. Пока мы его видели в основном только на нижней линии. Но там они уже спушили Т1-вышку. Поэтому нужно искать себе новую золотую жилу. Где стоять, убивать и мучить людей. Пока мы видим еще и Бэйн. Очень нагло заходит. Тут еще и в смоках находятся его тиммейты, товарищи. Но рядом никого нет. Из-под Т1-вышки на миде все ушли. И очень разумно предпринимают решение идти еще и в другую сторону. Совершенно от вот этого вот вражеского выхода. Некрономикон первого уровня еще появляется без ста. Да, у Сумейл все очень круто. Если Сумейл все так дальше пойдет. Он реально тут в состоянии в салу убивает даже Фантом Лансера. На центре атака на Рейзера готовится. Правда, тут будет и контратак от команды Кингейминг. Видит Артизи. Артизи получает ду, мне нажимает перекачку. У него всего лишь... Бывает просто секунду. Рейзер получает Эксмарк. Хороший стандарт не широка, но одного корабля не хватает. И, наверное, есть смысл Артизи играть немножко по сейвове. 776 хп. Это реально мало. Ты просто не имеешь права на ошибку. Тебе нужно реагировать моментально. Здесь это сделать было практически нереально. Действительно, очень здесь с Думом хорошо расправились. Кингейминг, Артизи пострадал. Здесь, будь у нее даже 900 хп, как в прошлый раз, этому все равно бы не помогло. А на больше никто и никогда не решится перекачиваться. Потому что просто урона даже для фарма не будет. Поэтому здесь просто стоит держаться аккуратнее в плане позиции Юна. Должны его забирать. Есть по нему измельяющие молнии. Торун под него, но он просто влетает в суицид сюда. Еще и со сноуволом. Неплохо как дамаджи нанес, на самом деле. Но поддержать инициативу некому. Можно и Т2 запушить. Отдали саппортов. Это неприятно, но не так критично. Да, Т2, наверное. Но сейчас можно попытаться подденайить. Напоминаю, что Денай, Тевров теперь штука очень важная. Соперник вообще не получит денег. Фир Телепорт сбивается спокойно Фернблейдом. Непонятно, на что Фир здесь рассчитывал. Пытается играть армлетом, но под Рейзером сделать это очень трудно. Там и пассивка, там альтимейт. Поэтому легкое убийство. Кунков Таверну, башню Кингейминг сохранили. Она пока не Денайбл. Ты там случайно не ромом позвякиваешь? Что-что? Ты там случайно не ромом позвякиваешь периодически? Нет, нет. Обычной водой. Жаль. Потому что ты как-то воодушевился на этой карте. В отличие от прошлой игры. Поэтому у меня закрадываются подозрения небольшие. Не то Лек себе зашел. Вот никто в Форс себе зашел, не тот попивает что-то. Нет, Форса, к сожалению, нет. Или к радости. Не знаю. Мы его не будем возвращать. Я считаю, что мы скажем, иди гуляй, отдыхай. Мы будем работать в матче вдвоем. Форс пусть смотрит. Пусть будет зрителем обычным. Атака на центре, на Рейзера. Рейзер успевает идти. И Эвлжиниц при этом давит дальше. Ну это последний Т1 вышка. Ему больше, по сути, нечего делать. Нужно запушить. После этого уже обосновывался во вражеских лесах. Там фармить. Правда, с Артизией ситуация действительно пока опять, может быть, печальная. Артизия опять подловили. Есть Финсгрипп снова. Я снова кастуюсь. Финсгрипп не успел. Ничего с перекачкой сделать Артизией. Он вообще находится в форме Бэйна. И получается, соответственно, по голове. Успел вернуться. Успевает нажать перекачку. Уходит на вай форме. Отличная работа. И он теперь уже спасается. Очень-очень много микромоментов решил. Опасно было. Артизия выходит. Артизия по-прежнему нет линкен сферы. Нетфорс уже четвертый. Рейзер. Неожиданно тупо один. И у Рейзера почти есть Блэкин Бар. Уже летит Хаммер. Да и до рецепта остаются копеечки. Юна. Седьмого уровня. Вроде как пик агрессивный. Очень сильный в нападении у команды Кин. Но при этом они больше играют на собственной плавине карты. Больше они как-то впитывают вражескую агрессию. И за счет этого у них не получается делать в последнее время хорошие фраги. То от них Артизия ушел. То там не получается. Саппорт от них ускользает. Но тем не менее это все еще может развернуться. Все-таки ошибаются и кэри команды, и Вилджиниус периодически. Но спейса все меньше. Один вышки по бокам сильно сузили их пространство для таких выходов. И теперь нужно... Ну вроде как они вардами обставились под завязку на своей половине. Но все равно при этом что-то да умудрились там поставить ЕГ так, что это не палится никакими центре вардами. Прям жалко потраченных денег, когда ты видишь такое, что примерно около нижнего шрайна у сил света. О, атака на центре. Попытка быстрая убить лишь рака. Ставится статик шторм. Туск пока жив. Сноубол у него нет. Получает Найтмар. Бэйн убегает. Залетает каранда. Бэйна может цеплять. Покупается лишь рак. Сумаил нарычал на Дума. Дум с ультимейтом. И Думу убить быстро не получается. Глянсует назад Бэйна. Пайбэк также от Туска. Рейзер выходит. Рейзер появляется ультимейт. Теперь можно его нажать подраться. Сетка залетает в бейсмастера. Ставится кинетик филд. Сетик шторма напоминает. Выходит Рейзер. Нажимает плазмофилд. Залетает урон по Думу. Попадает. Выходит Артизия. Фенсгрип на кунку. Врывается Артизия. Убивает очень быстро Бэйна. Бэйн из байбэк. Дум получает снова Артизия. Как же ему не везет. И Артизия должна здесь убивать. Артизия пока жив. 120 кп висит урна. Минус Артизия. Выкупается также Сумаил. Крес висит на Рейзере. Рейзера подцепили на торрент. Рейзера убили. Выходит Дарк. Дарк остается абсолютно без мана. Нажимает стики. Мана появляется. Полетели топорики. Также в таверну отправляется Фир. Сетка плюс банч по бейсмастеру. Сумаил в таверну. Полетели дальше. Уже за Решраком. Он был с байбэка. Крит получает Найтвер. Убили Сумаила. Шард. Закрыли также Мизери. Как же четко. Кингемик исполняет. Просто по всем фронтам. Убили Дизраптора. И только Крит остается один жив. У нас было достаточно много байбэков. Сейчас мы в принципе взглянем поподробнее. У бейсмастера, у Тузка и у Бэйна байбэка нет. Ага. Три байбэка. В итоге у нас Бэйн после байбэка жив. Тукс после байбэка также жив. А бейсмастера убили дважды. Экономика у Сумаила прям ухудшилась моментально. Да. Тут очень хорошо перетянули на себя одеяло Кин. Вот действительно они совершили выход. Здесь не очень хорошая позиция от Эвил Джинниус. Не очень вовремя закинутый ультимейт от Дизраптора. Они испортили в общем картину. Ну и Дум тоже очень хороший получился. И это помогло совершить убийство. Ну и здесь тоже. Вроде как хозяевами положения были Эвил Джинниус. Им с байбэка вернуться в файт было легче, чем Тускару и Бэйну. Но все равно это кончилось только смертью Беста. И по сути так и нереализованным Праймал Эрором. Что интересно. Ну и теперь есть для Киннов возможность выйти опять с маках. У них все обваржено на вражеской половине леса. Было только что один в арт упал. Но Мизери они все равно видят. Найтмейр. Шарды. Ну Мизери должны убить. Но Мизери очень быстро убили. Можно попушить в данный момент. 30 секунд не будет Дизраптора. Сместились на топ. Пытаются найти Артизи. Вести его глубокий тильд. Но Артизи внизу. Можно найти Фира. Тоже цели приятно. Они видели, что она же Малаксмарк. Корабль Фира под себя дает. Выходит Дарк. Дает сетку. Ланцера продолжает бить. Но эффект Рома здесь не спасет. Фира придется погибнуть. Как-то он здесь долго жил. Достаточно. Ну он живет. Еще в армле даже пообузит. Но телепорта не нажать. То есть только убегать. Да. Он пытается бежать. Очень далеко зашел. Очень. Много времени выигрывал. Но никто стимейтов к нему даже не собирался стягиваться. Но по сути и некому. Там Морф занят фармом ему не до этого. Саппорты там тоже. Ну хотя могли что-то противопоставить. Но решили своей жизнью не рисковать. Потому что там опасные достаточно товарищи собрались на топе. При этом убийстве. Но обидно все-таки. Когда 10 секунд тебя убивали. А никто даже не попытался дернуться в твою сторону. Ну как говорится. Разъявляем и будет пухом. Веталом наверное. В этом моменте. Скорее. Легерсфера есть. 21 минута поздновато. Поплетяли на рассвора. Очень жирный. Нажимает БКБ. Нажимает барабаны. И все. Гает шарды. Хорошо перекрывает проход. Ну блокенбар вроде как развели. Ага. Тут дум. И снова Арцизи. Перекачка не использована. И Арцизи снова погибнет. Грустно. Грустно. Получил с собой разве что бы и на забрать. Но все равно так же погибает Элишрак здесь. Не получилось сверху забрать Разора. Хотя потратили. Ну не сверху. А на миде. Не получилось забрать Разора. Хотя на него был потрачен Праймал Эрор и Статик Шторм. Не получилось ничего сделать Арцизи. Который. Ну. Логично перенаглел. На фарме. На вражеской половине. И это серьезно ухудшило положение Evil Geniuses на данный момент. Я реально представляю сейчас ЕГЭ просто вылетят от этого турнира. Просто не получив ничего. То есть только просто получив какие-то там деньги. Это получается 17 тысяч 500 долларов. Ну. Сейчас не деньги важны для команды. Я уже говорил. А только попадание на International. Потому что там даже последнее место на International это уже приличный призовой. Не говоря о том, что International это продажа своей организации. Ты все-таки попадаешь на Инт. Все говорят деньги не важны, деньги не важны. А без Valve у большинства турниров, которые сейчас проходят, и в половину такого не было призового фонда, какой они имеют с этой поддержкой. Да понятно. Если вы говорите, деньги не важны, деньги не важны. Арцизи говорил на International, что я не помню, когда счет в банке проверял. То есть я уже в один момент перестал смотреть. Я это имею в виду. То есть конкретно этой команде там получить 50 тысяч или 100. А что проверять, если ничего нет, скажи, пожалуйста. Тоже удобно, да. Ставь плюс, если тоже не проверяешь счет в банке. Потому что у тебя его нет. Раззор 16 уровня делает себе Алибарду. Интересное решение. И с этой Алибарды будет уже душить с новой силой. Пока забирает соло Т2 вышку на верхней линии, но в обмен на инициацию Evil Genius'ов, которые внизу также забрали Т2. И теперь уже в смоках можно выйти. Правда, Раззора нет у команды Кина. Они рискуют попасться на меньшую количество людей. Хотя Крит оказывается впереди. Просто сладкий бугалег, который можно мгновенно забрать. И с другой стороны еще и Мизери, Мизери, правда. И живет еще и отбивается пока что. Но, к сожалению, это было недолго. Точнее не отбивается. Просто посидел, поспал немного. О, эфира заметили. Посмотри, как они его закрыли. Суасайте. Что сделал только что туск? Чудеса. Как-то он умудрился настолько шаром идеально попасть, что закрыл его просто в деревьях. Ну и идеально его вернулись от корабля. Браво. Да, здесь уже как-то получилось не очень удачно для Evil Geniuses. Но это тоже ошибка была больше позиции. Хотя, может, саппорты на стреме стояли, чтобы остальные успели уйти. Но с кункой не получилось так. Морф тоже там встретился с вражескими героями. Немного подбивался и решил отойти на базу. И делать дальше себе Эфириал Глэйд. Как ты к этому относишься? Я к этому не отношусь. Да? Вот моя аналитика. Да, на самом деле, я не совсем понял, как сейчас Evil Geniuses будут здесь играть каждую драку. Doom просто нажимает одну кнопку. Arteezis драки выключен. Lancer уже нафармил слишком много. У него почти есть сеншин Яша. То есть уже Яша для Fuzzle Blade артефакты нереально крутые. Один Сумаэл даже, имея такие артефакты, вывозить пока не может. То есть нужно как-то реально выйти круто с Моуки. Как-то очень быстро убить того же Doom'а или того же Lancer'а. Но Bane цель не совсем та. Понимаете? Ничего, зато забрали. Уже плюс. Dark здесь в инвизи. Dark в инвизи высовывается. Теперь уже есть Doom по Arteezis. Ну, тут уже действительно небольшая проблема. Идеально. Идеально сыграно. Arteezis с Беллинкин в сферу сеткой тролля. Правда, Сумаэл пока жив, но это вам не вовремя. Сумаэл погибает. Но, правда, Arteezis убить не получится. Но хотя... Хотя, слушай, Arteezis или жив? Arteezis. Заканчивается действие Doom'а. Наконец-то. Статик штурм ставится. Закрыли Рейзера. Рейзера погибает. Полетел корабль. Корабль. Ни по кому не попадает. Лансер нажимает Oppo'a Ganger. Уходит на хэйграун. Делает телепорт. Его должны увидеть. Телепорт сбили. Доплогангер в кулдауне. Лансер пытается... Надо здесь драться. Уйти уже не получится. Лансер. Нет, решил бежать. Получает X-Mark. Пытается убить хотя бы Крита. Крит. От иллюзий погибает. Лансер все еще жив. Использованы стики. Должны его добить. Новый гангер будет. X-Mark. Доплогангер ржать не успел. Размен 3 в 3. По-моему, кто-то там из саппортов погибал у Киннов. Да, это был Бэйн изначально. Который уже даже резнуться успел. И мы видим то, что все равно в плюс для Evil Genius. Драка закончилась. Очень богатых героев они успели убить. И это им привнесло свое. И для Морфа это самое главное. То, что он остался жить, несмотря ни на что. Дум тоже там был нажат. Ну, весьма удачно. Он был тогда в форме Разора. ХП было вроде как и достаточно. Но все равно. И Шрайн свое дело сделал. Там фокуса просто не было. То есть Морф очень быстро убежал к Шрайну. И там уже гейминг давить не могли. Так бы могло быть все намного круче. Но держится пока Evil Genius. В принципе, не самая плохая драка для них. Могло быть все намного хуже. На тусик есть блинг. Есть транквилы. Левел 12. Выходят. Evil Genius находят. Бэйна. Бэйна сбиватель. Сфера дает Фринскрип. Как же они круто контролят этого Морфа. Но Морфлинг в этот раз перекачку все-таки использовал. Морфлинг пока уходит из драки. Рейзер нажимает Blackenbar. Начинает высасаться в сторону Сумаила. Использована Дасты. Сумаила можно убить очень быстро. Сумаила остается на один удар от Рейзера. Рейзер нужно добить. Рейзер идет до конца. Полетели топоры. И Сумаил все-таки живет. Размен один в один. Дарк. Дум в кулдауне еще 30 секунд. Стан есть. Попадает по троим. Стан отширока. Пошел Сноубол. Вкатываются в Морфлинг. Артист слишком много хп в убитых. Просто не получится. Проблема у Фира. Фира можно уничтожить. Фира убили. Артист прячется в лесах. Сделать телепорт. Успеет ли его сбить? Нет. Панч дать Тусик не успел. Все было в связи в брикадах. Очень много времени пробыл Морфлинг в форме Тускара. А здесь не получилось совершенно демеджа на инстивил Джинниус. Просто Морфу все время был перекачан почти полностью в силу. И не было. Просто не было демеджа. И Крит тут правда сейчас будет погибать. Но как все плохо-то получается. По факту вся команда погибает. Не считая только лишь одного Артизи. Это минус 4. Размен на одного Рейзера. Печальненько. Просто демеджа не было. Ты посмотри. Ну сейчас уже не на что смотреть. Но до этого было видно, что Морф нанес там даже в половину меньше демеджа, чем Кунг, допустим, в этом же файте. А у Кунги на демедж почти ничего нет. Ну там фейзы, если можно так назвать. Армлет. То есть такие медгеймовые артефакты, не более того. И для Артизи это было немного провалом. Хотя если бы он не перекачивался, с большой вероятностью он бы погиб. От шального пальца, от шального ланца какого-нибудь. То есть здесь риски были свои. Но убивать просто никого не получалось в команде Evil Geniuses. Не хватает пока демеджа. Очень катастрофически. Мизери. Сейчас Дарк тут влепит ему по голове. А есть Крес, заметили. Подошел он к Сентриварду. Очень неудачно получилось. Корабль закидывается. Дарка здесь держит. Он Крим соображал, как его пробивать. Есть ультимейт от Сумаила. Также поставил сюда и Мизери свой. Но демеджа видишь, что не проходит. Есть подстанция. Вполне себе фулловый. Есть также еще и Финсгрип. Ну держит Фира на месте. Подержали какое-то время. Погибает наконец-то Дум. И Мизери правда пойдет в размин. Как же быстро он рассыпается от ланцера. Это просто нечто. И минус 2 теперь уже. И страдает очень сильный Бэйн. Бэйн пока что поспать решил. Спит, выживает, отходит назад. А у Тортизи в жизни придется не сладко. Хотя он уходит на вейформы и остается в живых. За ним в огоне. За Т4 вышку зайдут. Под фонтан что ли? Ну здесь закрыли его шардами. И нажимает паузу. Найс пауза. Да. Здесь типично. Они очень много потратили на Думу. Они потратили чуть и не все способности, чтобы пить Думу. Они его такие убили. Дум был без маны. Ману все забрали. Не краном. Я как и понимаю, это была проблема. Так бы если Дум там дал ультимейт. По любому игроку. Там будто Кунг, будто Бист или Морф. Не важно. Все было бы еще круче. Теоретически могут Кинг Гейминг сейчас отойти назад. Даже вообще здесь не оставаться. Хотя у Ланцера в принципе ХП есть. У Рейзера тоже все. Не, наверное они даже могут остаться. У Кунг все в кулдауне. У Сумаэла в общем-то тоже. Артизи сейчас должен идти на базу. У него маны абсолютно нет. Да и перекачиваться нужно. И Артизи еще даже пытается убить Артизи. Наверное. Вот так. Да, здесь уже... А, так и Феера сейчас убьет. Будут ли выкупаться Артизи? А что Артизи один с Сумаэлом сделает, у которого ультимейта нет? Потому что он его на Дума выдал как раз таки. Здесь потеря стороны точно должна быть. Все-таки 49 секунд без Морфа, которому нет смысла. Все-таки выкупился. И теперь мы не погибнем. Значит, все они будут выкупаться. Придется выкупаться в любом случае. Можешь здесь убить хотя бы Рейзера. А Рейзер идет буквально на фонтан. Сейчас там купит телепорт и попытается улететь. Но его назад глимсует, поэтому Рейзера уничтожили. Два Байбэка мы увидели. А слушай... Пешком придется идти. А-а-а-а... Что? Чего? Как он выжил-то? Ну, глимс и отошел пешочком, все. Сказал, что ладно, тогда уж пройдусь пешком, раз уж ТП не дают купить. Кееееек. Ну, и при этом у Кунки на Байбэк накапало. Теперь действительно можно было что-то предпринять. Не ожидала, если честно, что Морф так нагло пойдет. Но по итогу не потеряли вообще ничего. Ты тревушка стоит. И поэтому просто кинай сейчас. А, ладно, пони убили хотя бы Рейзера. Это неплохой размен на Байбэка. Напоминаю, что после Байбэка теперь нет штрафа. Ты убиваешь, получаешь нормальный денег, там фармишь дальше. Но они смогли убить этого Рейзера, у которого там был какой-никакой стрейк. Да, вот так вот бывает. Это жестко. У Кингейминг Эвил Дженнисус буквально в шаге от вылета с этого Минора. Это прямо очень грустно. Давай смотреть теперь на Байбэке. Потому что, думаю, развязка не заставит себя долго ждать. У Кингейминг есть все. Все ультимейты, все, что им нужно. У Эвил Дженнисус тоже есть все. Но у них нету Байбэков. Это очень печально. При этом есть Рошан. На Рошана можно зайти. И причем у Кинов есть ресурсы, чтобы его убить с большой скоростью. Но при этом Бист все должен видеть. Был. Правда, птичка сейчас уже канула в небытие. И за Рошана должна быть борьба. Потому что если он достанется Кином, это будет, по сути, проигрыш. Сейчас одна ошибка от Артизи. Игра закончена. Прямо сразу можно ГГ писать. Его будет настолько долго. Не будет настолько долго на карте, что Кингейминг смог просто в трон пойти при желании. Поэтому нужно играть максимально аккуратно. Кунка покупает БКБ. Соответственно, на Байбэке также у Фира не будет. Расставляют немножко варзиков в мизере. В виде дума. Ну, здесь, учитывая специфику этого смока, они хотят, чтобы на ду мы вышли. Но здесь слишком нагло за Т2 войск уйти в их положении, когда нету ничего ни байбэков, ни по сути денег. Стоит держаться аккуратнее. Ну и Морф закупил себе Кирилл Блейд. Что ж, можно ваншотнуть саппорта хотя бы Бэйна. Это уже очень ценно, если он ультимейт не успеет. Ах, неудачный смоук получается от злогенев. Прекрасно все видели Кин. Они стояли просто на хайграунде. Позиция была более выгодная. Полетели шарды. Не совсем точно. Да, и в любом случае Морфлинг бы просто в новой форме бы ушел. Солар появился обе с мастера. Нарычал на Дума. Надо сжечь быстренько эту ману, чтобы он не мог нажать ольтимейт. Окей, Дума абсолютно нет маны. Рейзер нажимает Блокенбар. Попытка быстро убить Сумаилу. Сумаил, напомню, без байбэка. Сумаил отправляется в таверну. Его не будет больше минуты. Дарк пытается просто уйти из драки. Получает Эзерил. Есть сноубол. Должны Дарк в случае чего засейвить. Да, его сейвят. И пошла уже атака дальше на Артизи. Артизи уходит на хайграунд. Погибает также Крит. Байбай, конец. Ставится статик шторм. Дарк все еще живет. Полетел корабль. Дарк смогли наконец-таки его убить. Это уже минус 3 в пользу. Кингейминг. Кингейминг. Уже буквально под Т4. Фир делает телепорт на базу. Успеет ли его сбить? Дай его успевать. Сбить и Кунка. Также должен отправиться отдыхать. И напомню, что он без байбэка. Будь армлет под Эзерилом. Артизи. Еще пара абузов. Но этого не хватает. Год лайк. Лансер. Байбэк все-таки на Тико. Слушай, там, видимо, за счет убийства Кунки появились деньги. Да, у него и до этого было. Он его не нажимал, в отличие от Артизи. В прошлый раз, когда он погиб, у него сначала не было байбэка автоматизма. Он просто закупил бы КБ, но, видимо, просто там 2-3 убийства сделала, и за счет этого у него появились деньги. Там одно убийство точно должно было быть. Да, на думе. Висма, смотри, сколько за дума дали. 800, поэтому-то деньги и появились. Там было где-то 300 или 4. Ну, ладно, обошлось, обошлось. Если бы сейчас Кунки не было, может быть, Кингейминг бы и пошли бы дальше. А так, отходит назад. Ну, тут что байп-рисоветворящий делает? Они ни магии его не пробивают, ни по сути физика, из-за Кримсона. И, да, у него брони до сих пор мизер, всего лишь 8 единиц. И при этом пробить его просто, как ты видел, не представляется возможным. Все у него потратили, и только после этого он погиб. А это, сказать, не самая приоритетная цель была. Все-таки там есть цели и подомаживающие, более домаживающие, точнее. И это пока минус еще байбэк. Но все равно опять отбились. Минус-то 3 вышка, но это, ну, конечно, печально, но не критично. И преимущество все растет и растет за командой Кингейминг, что тоже неприятно. А Рошан все стоит. Стоит и ждет своего благоверного, кто заберет его Аегис. Ну, Кингейминг могут забирать все. Ну, в общем-то, и Эвилджи не смогли бы забирать быстро, учитывая наличие Соллера, тем более у Сумаила. Но тут доминация на карте очевидна от одной из команд. И злые гения, видимо, на этом Рошане траться не будут. Да, просто распределяют фарм по всей карте. Придет Дум, проблем решит, и все. В этом смысла особенного не будет. А вот наличие Аегису Лансера делает его действительно бессмертным. Его один раз-то забрать не могут, а тут придется два. Дважды убить Лансера. Может быть, даже был смысл и Думу отдать этот Аегис, честно говоря, учитывая, что его постоянно... Фокусит, да. Фокусит раз за разом. А Лансера зафокусить быстро, ну, просто не получится, нечем. Герой с топелгангером, который здесь рент-контрить трудно. Только как-то бессмастер может идеально сыграть своим рором. Ну, ладно, пусть будет так. Я, если честно, такого от кинов не ожидала. Я смотрела на них групповой стадии, и они показывали себя, ну, не вах, как сильно. Они там проигрывали, достаточно много проигрывали. Но вылететь там было невозможно с групповой стадии. Хуже, чем Альфа-Ред выступить было нереально. Так покричали на Бейна. Бейна держит, но здесь абсолютно один Сумаил без байбека. Еще минус 70 секунд Сумаил. Я не ожидала, что они тут так действительно будут мощно давить злых гениев. Что первая игра была достаточно хорошим исполнением от них через Андерлорда. Что сейчас, это выглядит печально для североамериканских. Не могу сказать, что я не ожидал. Я про генгейминг уже все говорил до эфира и еще вот давно посмотрели. Но я могу сказать, что у злых гениев явно есть проблемы. Как они играют, как они действуют. Вопрос, терли один это команды сейчас вообще. Вот такие заявления можно громко делать. Потому что реально у ребят уже долгое время игра не идет. Пощипали просто у них состав. То там и Хоум игрока забрали, то еще кто-то. Они сейчас уже далеко не те, кем они были на прошлых квалификациях на Интернешнл. Когда они там действительно хайпанули бы, если бы это транслировалось. Но здесь это минус сторона точно. Еще 12 секунд не будет Сумаила. И у него ультимейт уже появится к моменту его респауна. А вот без Дизраптора с его статик-штормом действительно плоховато приходится. Вторая сторона очень быстро тоже падает. Причем один буквально фантом-ланцер бьет, остальные только сейчас подключились. И все равно вышка падает. Бороться надо, но нужны все живые, здоровые, желательно с ультимейтами. Ну все, падает топ. Ну смотрим, надо как-то драться с Эмил Джиннис. Ну как начинать драку? Ланцер просто танкует. Ланцер с Тараска, Ланцер с Рейгисом. И Пэл продолжает давить. Подходит Фир, получается сразу же копье. Есть Дума, идеально контролирует Артизи. Артизи, надо бежать. Артизи пока жив. Но, кстати, шторм хороший. Ланцер, правда, все еще жив. Все это происходит под Климсом Гвардой. Под Фонтаном погибает Морфлинг. Под Фонтаном. Байбэк, а не 20 секунд. 20 секунд нужно как-то потерпеть. Под Фонтаном продолжает драться Кингейминг. Хороший старм по двоям. Тут немножко Кингейминг заигрывается. Возможно, эта ошибка теряет Ланцер свой Айигис. Второй разобрать его будет трудновато. И сейчас уже... Размены очень хорошие, учитывая то, что у Морфа до сих пор байбэка нет. Низери, как же быстро вот тут разминают. Под Фонтаном веселятся. Ну вот он, наконец-таки появился байбэк. Он сразу покупается, превращается в Дума. Есть торрент, можно убить Тарко. Проблем Буты у Фантом Лансера. Ланцер под Эзерелом. Погибает Фантом Лансер. Немножечко Кингейминг здесь все же заигрались. Они прям под Фонтаном стояли, ждали, пока будут появляться игроки один за одним. Но они не могли, правда, идти вниз. Они могли идти только в Трон, потому что до сих пор стоит Т2. Они могли либо уйти, либо идти, правда, под Фонтан, либо в Трон. Другого варианта не было. Кипяевская команда неожиданно начала показывать СНГ Доту, как говорится. И действительно, под Фонтаном они мощно сейчас под Фидере. И опять какие-то выключения начинаются. Что-то, видимо, там нагадский машнят на Evil Geniuses. Уже второй раз дисконнект именно со стороны Кингейминг. Ну или это как было на Эпицентре, когда Тоньюби, по-моему, шатали кабель и сами себе интернет отрубали. Ага. Ну да, ну да. Так, ну что, у нас 16 тысяч за Кингейминг. Какой же запакованный Рейзер, так смотрю на него. Он реально урон носит. Он и жирный. В общем, как и Лансер. Лансер уже на подходе. Слушай, он сначала купил Кутор Став, но, видимо, решил, что Нолифайр будет поприкольнее взять. А почему нет? Это в последнее время стал достаточно популярный артефакт для таких хардкер, как там ПЛ, как Луна. Здесь это хорошо в борьбе, ну, допустим, также с Марфлом, потому что его Астрал на самом деле сильно может зарешать. Но больше, мне кажется, с героями, которые БКБ прожимают на мотив Кунки и прочего. Там, конечно, БКБ здесь не панацея, и уже очень много урона у ПЛа просто с руки, и Разор тоже БКБ пробивает как минимум двумя своими способностями. И, ну, все равно это дэмэш дополнительный и возможность не дать прожать Блокенбар. Так что я думаю, что в этом есть свой смысл. 23 уровень у Марфа. Хорошо, так бустанулся. Давай посмотрим теперь уже, что по золоту изменилось, потому что денег так-то хорошо вытащили. Но разница катастрофическая между Артизией и Разором, между Артизией и Лайнсером на данный момент. Но свое сделали сейчас, и свое забрали Evil Genius из победы в последнем файте. Они-то 2-вышку все-таки дожали на миде. Ну, что расскажешь интересного? Ждем Смок от команды Кенгейминг, нужно выйти. Тут, правда, ястреб палит всю бригаду Кен. Ну, слушай, а ЯГ ждут, они, видимо, подозревают, что сейчас противник может выйти, а они в крутой позиции в граунде. С какого-то бустала героя, типа, Рейзера подловить и убить его можно попытаться очень быстро. Это Дума, которая сейчас впереди стоит, наверное. Ну, да. Ну, лишь Дума, конечно, быстро убить не получается. Ну, ладно, тут и Рейзера убить быстро не получится. Наверное, я все-таки вру. Настолько много ХП, много брони. Скоро еще появится и Скади. Так, и Лансер подумал, потом решил куплю БКБ. Вот это как раз тот случай, когда решили все-таки, что БКБ будет полезнее. Но здесь это шанс бороться с Дизраптором, который со своим ультимейтом может его хорошо закрыть. Это шанс бороться и с Кункой, который тоже периодически ему мешать начинает. Ну, и, соответственно, там Эфириалы и прочее. Правда, Рор все равно от Биста имеет место быть, но все-таки Лансер не лучшая цель. Попробуй еще найти настоящего. ПЛ 24 уровня при этом. У него сейчас уже вопрос будет о перезарядке Доббельгангера или, соответственно, дэмэджа, который можно вкачать на 25 уровне. И БКБ. Не знаю, я одобряю это решение вообще. Я адепт БКБ на Лансерах, потому что очень много людей в нужной ситуации его не собирают просто потому что не комильфо, потому что иллюзии палятся. Но на самом деле среди профессионалов такого предрассудка не существует. Но все равно достаточно долго пытаются и выйдеть его покупку, откладывать, что-нибудь другое в альтернативу брать. Но здесь уже некуда бежать. Забрали это два, ребята. Ну и... Могут дождаться своего Ворошана. Забрали тейки. После этого точно зафиграунд. Ты при этом даешь противнику очень много времени. Артизии, конечно, сходище далеко не слушаем. На топе Финзгрип. Сплефера. Финзгрип сбивают. Выходит Лансер. Там есть Гост от Мизери. Выходит также Рейзер. Мизери очень круто было бы сейчас убить. Он ведь без байбека. Даст от Туско. Но Мизери уже буквально под фонтаном. Что остаются пока Дискин. Есть Иксмарк. Тусик нажимает сам Сноубол. Дает панч по Артизии. Проводит Сумейл. Нарочали на Лансера. Попытка очень быстро его убить. Фантом Лансер. Пока под Найтмаром. Лансера можно убить. Он под Сайленсом. Лансера убивают. Идеально сыграл. Лансер сразу же выкупается. Нажимают телепорт. Но до драки будут идти еще очень долго. Проблемы также у Рейзера. Рейзер. Плазма Фейлд. Артизия пробивает. Но этого урона не хватает. И Артизия живет. У Рейзера как раз проблем нет. Он себя ощущает здесь царем этой ситуации. И два байбека. Сумаил и Фантом Лансер. Но ясное дело, что Фантом Лансер потерял больше. Он побогаче. И байбек, соответственно, у него больше денег стоит. Но зато Лансеру не так много осталось до Блэкинбара. Сейчас можно дофармить и выйти уже с большей уверенностью. Все-таки на 41-й минуте БКБ 10-секундное. Это сила. Это очень много тебе может дать. Учитывая то, что у ЕГ до сих пор большие проблемы с физическим дэмэджем. Не так много успел нафармить и морфинг. И Скадзи у него тоже там очень потихонечку собирается. 5 минут назад смотрела. У него было 200 золота. И тот же самый Затар в Фазбайе. И сейчас не сильно что-то изменилось. Ну, места нету, пространство, где фармить. Разве что свои линии отпушивать. На остальное пока Нивил Джинниусс не сильно решаются. А если решаются, то они много ходят. И, соответственно, по пути денег набрать негде. До драки либо не доходят, либо доходят. И никого Артизи не забирает. Надеюсь, ты жив. Уверенность в этом у меня пропала, но ладно. Буду говорить сама собой. Кингеймин сейчас окапываются уже в направлении своих последних предметов. Вот Блокенбар, вон там я слышу даже чем-то громыхает Лекс. Да, у меня микрофон что-то отвалился. Да. Так, Смоук. Смоук отвел Джиннисс. Моментально развеян. Дума здесь. В Пелефир вырывается так же Туск. Можно попытаться кулку моментом из драки выключить. Ставится Статик Шторм от Мизери. Хорошо сыграно. Там Блокенбар активирована. Кунка выкупается. Сумайл также пытается из драки убежать. Получается слишком много урона. Врывается Артизи. Превращается в Дума. Дарк, пока жив. Из драки может уйти. Выходит туда Рейзер. Статик Линг есть. Надо нажимать на Артизи. Статик Линг на Артизи использован. Можно убить и Крита. Крит в таверну. Без мастера, без Байбака. Рейзер идет дальше. Цепляет Мизери. Очень много урона от Рейзера. Как же он больно бьет. 218 высосал. Да и урона, в общем-то, с артефактов немало. Ну что? Три игрока защищают базу от команды Кингейминг. Будет очень трудно. Драться, в общем-то, нечем. Я думаю, здесь действительно нечем. Вот именно в этом вопрос. Корабля уже нету. Сумаилы нету, Крита нету. Поэтому контролировать здесь ситуацию не представляется возможным. Одна ошибка, которая решила игру. Хотя, мне кажется, это просто было... Тут трудно было в игре. Тут надо было все делать настолько идеально, что даже представить это трудно, как должны были злые гения играть. Может быть, если бы у Дизраптора был бы Аганим, тогда был бы какой-то шанс. Но Дизраптор пустой. Медас до Гост. Он там в какой-то момент пытался купить Аганим, но впоследствии купил себе Гост. Понимаю, что без него будет слишком трудно. Там просто Лансер на тебя прыгает и убивает. В итоге мега-крепы для Кингейминг. И теперь все становится... Один процент, наверное, Дота Плюс сколько горит. Не, четыре процента Дота Плюс считает. Ну, что ж. Пожелаем с Лангенем удачи. Шанс есть. Есть Смоук. Хотели по-быстрому забрать Рошана и вернуться уже чуть-чуть более запакованными, но его просто не оказалось в этот момент рядом. И вот он Смоук. Выходит Туск. Моментально цепляет Дизраптора. Дизраптор нажимает Гост. Там работает копье. Полетел корабль. Корабль попадает по Фантом Лансеру. Но нет Бессмастера еще. 13 секунд. И уже Т4 страдают. Лансер дефюзал накрита. Там Дум. Сеточки раскидывают. Дум всю игру вообще решил. Вот этот фокус постоянно. В каждом файте в него врываются. И каждый файт его не могут забрать. И все равно при этом воюет именно в его сторону. Но здесь, кстати, вроде как даже отдефались. Отошли все-таки Кины. Решили еще раз пойти чекнуть Рошана. И в этот раз он там будет. Это будет второй Рошан с Ираегис. Хорошее дополнение. Решили сыграть максимально сейвол. Нет смысла рисковать. Сейчас идти там в трон. Терять своих героев. Зачем? Можно, во-первых, закупиться. У всех должно быть немало денег после этих вот драк. Да, там у каждого. Даже у саппорта Бэйна 1400 денег имеется в копилке. Да и мега крипов, будем честны, конкретно здесь не так просто. Эвол Дженнис из дефиц. Есть Кунка, но Кунка артефактом как-то прям бедноват. Очень мало слотов. Да и Кристалли с БКБ Армлет этого слишком мало. Еще даже не начал, по сути, в дэмэш собираться как следует. Вот был бы тут парочка Кристаллисов, еще Дейдал сверху. Вот это было бы, да. Но пока мы видим опять Крит. Спив с слотным сном. Деррид, двинкунсфера на него сверху повесили. Ну и не решились на него дальше врываться. Без отважки от Кэрри решили дальше не идти. И это Игис, сыр. Забрали Рошана. И все, и сразу же идут. Нет смысла ждать. Забрали Рошана. Теперь там можно заходить. Ланстр, правда, ничего не купил. Но и все равно. Особо бы класть некуда артефакты, кроме как ПТ выкладывать в рюкзак. И потихонечку заходят. Давится топ. Там идут мне крипы. Давят сами центр кингейминг. Только чудо. Упорно сидит в форме Дума. У него еще и сетка есть. Артизия получает Дум. И все. Артизия сейчас просто приедет. Есть панч. Полетел корабль. Минус Артизия. Ну и после... Есть смысл 50 кудгея. Продолжая драться. Дарк нажимает сыр. Крит бегает под гостом. Вынужден уходить на фонтан. Марсатанник использовал Рейзер очень сильно. Восстановил себе здоровье. И падает Т4. Драться здесь невозможно. Действительно. Дефать особо не к чем. Есть торрент. Сейчас еще и Сумаил запрыгивает. Гибает и вары. Но это ничего абсолютно здесь не дало. Фантом Лайсер тоже сейчас чувствует себя абсолютно свободно. А Егис только потерял. Специально, мне кажется, он решил узнать себе хп таким образом. Криты сейчас можно забрать. И последнюю точку по ним не наносит. И все-таки его Разор добивает. И все. Дрон осталось бить. Действительно. До конца они знают Севил Дженнис. Они просто не верят. Они приехали на этот турнир побеждать. Я сейчас открыл таблицу DPC поинтов. Я вижу, что нужно... Они были обязаны здесь занимать топ-1, топ-2. Вот просто обязаны. Других вариантов нет. Потому что сейчас реально каждый турнир важен. Ты проигрываешь сейчас на миноре. И у тебя ситуация шатка. У тебя 1355 поинтов. Ты на этом турнире ничего не зарабатываешь. У тебя девятое место в данный момент. То есть в данный момент команда Эвил Дженнис на Интернешнл не попадает. И вот так все печально получается. Если будет игра такая дальше на последующих мейджорах, то все будет грустно. И придется с ARTZ компанией играть с закрытой квалификацией. Что не очень-то и круто. Да. И скорее всего из Северной Америки такими темпами никто не получит прямого инвайта. И это означает, что будет решаться кто. То оптики Вичи Геймин и Джереми Шторман. Я думаю, что они там через открытые квалы без проблем доберутся. Или Эвил Дженнис отправятся на Интернешнл. Противники очень серьезные появились в Северной Америке. Не так давно Эвил Дженнис были единственными.